Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы начинаем наш очередной урок. Парашат Шовтим. 5773 год. Лекция называется Дни, Суда и Милосердия. Парашат Шовоши Некраби Задачем Ба Шаббат Зод. В этой недельной главе мы будем читать недельную главу, которая называется Парашат Шовтим. Она будет первая недельная глава, которую мы будем читать уже в месяц Илюль. Так как у нас четверг и пятница это Рушходыш, а суббота это уже месяц Илюль. Я бы хотел с вами начать с одной точки. Имеется в виду одну небольшую заметку. И оттуда расширить Валид Хаббер и присоединиться к Слихот, когда мы молим специальную молитву до Шахарита. Шитхила Шавуа, который начнут без Раташем Бне Асфарадим, который мы начнем читать уже с воскресенья. Вот так от Парашаба Митсва решена. Наша первая Митсва говорит, мы его читаем. Это значит назначение судей и назначение надзирателей. А? Надзирателей. Надзирателей. Да, надзиратели. Как говорит нам Параша Шавтим. Судей и смотрители, поставь себе во всех вратах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для колен твоих, чтобы они судили народ чудом праведным. Да. Так что мы видим? Судей судят, а смотрители следят, чтобы закон исполнил. Ну да, совершенно верно. Так Рашин. Есть Митсва Батура, лимонот шовтим и шотрим. Есть заповедь, назначение, говорит, судей, говорит, и надзирателей. Есть махлоки, говорит, в Мишна Решуна, в Масеха Ценедрин. Существует, говорит, спор, говорит, в первой, говорит, Мишне, говорит, трактация, говорит, Ценедрин. Сколько, говорит, Ценедрин? Двадцать три. Когда, говорит, назначают, говорит, Ценедрин, в каком городе, какое количество, говорит, людей должно быть, чтобы назначить, говорит, какого-то судей. Итак, если, говорит, в городе есть двадцать три, говорит, судей, значит, как минимум должно проживать сколько? Сто двадцать человек, чтобы назначить двадцать коллегию судей в двадцать три человека. Итак, существует семьдесят, семьдесят один, существует двадцать три, и существует три. Никогда не должно быть, что? Парные. Чтобы не было когда-то мнения пятьдесят на пятьдесят. Должно быть всегда один, больше. Он говорит нам, говорит, нам, Гмара, Рактати, Ценедрин, страница восемьдесят восьмая. Амудбет. Амар Раби Йоси сказал, Раби Йоси, Митехила, ло хаю марбин махлокот би-Исраэль. Раньше, изначально, люди, говорят, не спорили. Не было споров. Эле беддин шел шиваа, ве-эхад юшвим, балишката газит. В основном, говорит, беддин, говорит, главный беддин, говорит, сидели, говорит, в храме. Лишката газит называлась. Это место такое внутри храма. Ушны батыдинин шел истримыш лошаа, эхад юши ве-петта шел арабайт, эхад юши ве-петта хазара. Еще два беддина были, говорит, в храме. А все остальные, говорит, 23, говорит, как бы остальные, говорит, дома, говорит, судов, которые начислили по 23, они были в каждом городе. Умери та Тора, говорит нам Тора. Ле-то-те-миш-пад. Не покривись у дом, не лезь, прястуй, и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов, искажает речи правой. Правде, правде стремись, чтобы ты жил и овладел землей, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Взятка, да? Не бери взятку, правильно? Да, даже с тем, чтобы судить по праву, используя мзды, дать или. Потому что что? Мзда ослепляет, если судя получил. Если он живет взятку, тогда что происходит, тогда это ослепляет человека. Сердце неизбежно будет склоняться к нему и искать доводы в его пользу. Блин. Итак, здесь мы подсчитываем три запрета, правильно? Первое. Запрет говорит, искривление говорит суда. Второе. Нельзя как бы лицемерить, правильно? Это второй запрет. И третий, это брать, значит, шох отбрать взятку. Аткан муван. Ахибурши шуфтим и шутриим, им шлоши талавим, а цимудим алейхим. Итак, мы видим, назначение говорит, значит, шутрим и шутрим, шофтим судей и надзирателей, приводящих, как бы, в, значит, приговор в реальность. И дополнительные три лава запрета. Первый из них, как мы сказали, это, значит, искривление суда, да, приговора. Второе, это, значит, лицемерие. И третье, это брать какую-то взятку. Но, когда мы начинаем продолжение чтения Торы, мы видим что-то следующее. Что? Правде, к правде стремись, чтобы ты жил и овладел за мной, которую Господь Бог твой дает тебе. Не посади себе кумирного дерева, никакого дерева при жертвеннике Господа Бога твоего, который сделаешь себе. И не воздвигни себе камня памятного, что ненавидит Господь Бог твой. Вот здесь уже начинается, как бы, не воздвигни себе камня памятного. Здесь, как бы, какое-то отношение имеет к судям. Это постамент из одного камня, чтобы на нем проносить жертву даже небесам. Запрещено, правильно? Да. Правильно. И, когда мы переходим уже 17 параграф, что мы там видим? Не закали, Господь, Богу твоему, быка или агонцу, у которого будет порог, что-либо художе, или отвратительно, Господь, Богу твоему, это... Итак, что мы видим? Несмотря на то, что Тора уже, да, нам дала такой приказ, какой? Недельная гада Парашат Рээ, что там написано? Уже там было упомянуто, что нельзя приносить что-либо с недостатком, правильно? Парашат Рээ. Продолжение следует... Не закали, Господу, Богу твоему. Мы читали? Не, мы читали. Да, это мы читали. Мы 17 читали. Я извиняюсь, я извиняюсь. 15, извиняюсь. 15. Ты? Это Парашат Рээ, это прежняя Парашат Рээ. И 21. Извиняюсь, моя ошибка. Вот он. А если будет на нем порог? Вот он, порог. Не закали его, Господу, правильно? Вот это наш недельный глава. Что-либо худое, да? Или порог, недостаток. Но мы же уже читали в прошлой неделе главе. Реально? Так какая разница? Вторая мать учения. И вопрос, который остается вопросом. Какое это отношение имеет вообще к судьям? Вся эта, как говорится, жертва и все такое. Вся эта, как говорится. Ты к ним не ответили на вопрос? Нет, мы сейчас развертываем вопрос. Я понял. Если надеялся твоей среде в одних из ворот твоих, какие Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, то делать будет зло в глазах Господа Бога твоего, приступая его завет, и пойдет он и будет служить Божествам чужим, поклоняться им и Солнцу, и Луне, или всему волнисту Небесному, чему я не велел поклоняться, и извести от себя, и выслушавший, да знаешь, хорошо, и вот истина, это достоверное слово, совершенно, совершена эта мерзость в Израиле. То выведи того, мужчину и женщину, которые совершили это зло, к воротам, твоим мужчинам или женщинам, и побей их камнями и умрут они. Так что мы видим. Говорит нам Торан, это относится к кому? Это относится к судям. Почему? Если вы увидите, что человек, который ведет тебя неправильно, то надо его, говорит, убить за его неправильное поведение. Почему к судям, а почему не судьи? Они же, говорит, они же судят, в конце концов. Ну, вот, по слову. Ну, ну, вы выше, возьмите, вы увидите, это неправильное судей. Просто говорит про людей, как вы. Вот, зло к воротам твоим. Кто такие ворота? Бедин, доктор Амина. Я понимаю, но вы говорите, что это, ну-ка, кто-то переводит, к твоим воротам, как к воротам твоей судебной палаты. Мы же сам не раз учили, что ворота, это имеется в виду, окей, читайте дальше. Да, ворота, от которых он служил, поклонялся ему. Или, быть может, это ворота, где его судят. В свитке Руд и в других местах находим, что судьи сидят во воротах города. Таким твоим воротам сказано здесь, и твои ворота сказаны выше. Подобно тому, как твои ворота, о которых сказаны выше, это ворота, где он служил и идолу, так и твои ворота, которые сказаны здесь, это ворота, где он служил идолу, и верным будет перевод твоих города. Дальше. По слову двух свидетелей или трех свидетелей будет предан смерти, смертник не будет предан смерти, по слову одного свидетеля. Где они будут это делать? Где? Как где? В суде. Ну да. Правильно. Дальше. Если сократится от тебя что-либо для разрешения между кровью и кровью, между судом и судом, между язвой и язвой, речи спорной во воротах твоих, то встань и взойди на то место, которое изберет Господь Бог твой. то поставь на собой царя, которого изберет Господь Бог твой из среды братьев твоих, поставь на собой царя. Ты не можешь поставить на собой чужеземца, который не брат тебе. Получается, что идет разговор про судей и что, что они должны делать. Запреты, не поддаваться разным запретам судьям. Потом идет разговор про иглопоклонничество и обратно возвращаются все законы, которые касаются замешания судьями. Правильно? Почему она стоит посредине? Понятно? Вот что пытается нам Тора сейчас спросить нас. И так говорим про судей, поговорим про все, что касается судейских дела, потом говорим про а потом мы говорим что? Опять возвращаемся к судям, когда происходит суд, нужно два свидетеля и все такое. Правильно? Так, мы видим, что три запрета, которые были сказаны посредине не сажать деревья для жертвенника. Нельзя строить жертвенник из одного камня. Правильно? И нельзя приносить жертву, если она имеет какой-то недостаток. Это не имеет отношения к шофтим. Это не имеет отношения к шотрим. Вухолом и шпатиим, вухолом и фаршим шоалиим. Все мудрецы говорят, комитаторы спрашивают, какое это отношение имеет между друг с другом, понимаете? Если ты хочешь говорить, и матару цель дабер, бедине амизбеах, если ты хочешь говорить про законы, говорит жертвенника, после того, как Тора говорит про царя, говорит нам Тора, ло и лаку аним мал левиим, вот смотрите, ло и лаку аним левиим. 18 1 Что у них не будет там наследство земли? Удела, да. Не будет у священных служителей левитов все корено доли удела вместе с Израилем, огнеполимыми жертвами, Господь его уделом будут питаться, удела же не будет ему в среде брать его, Господь, удела его, как говорил он ему, а это будет установлением для священных служителей от народа от закалывающих жертв быка или агнется, даст он священнослужителю рамену челюсти и желудок и начаток твоего хлеба, твоего вина и твоего еле и начаток черти твоих овец дай ему. Итак, раз Турак говорит об этом, значит между ними есть какая-то связь. Какая связь? Говорит Гаврам Асех и Вома страница четвертая. Существует предложение Семухим лад ла 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 асуи бэмет вияшар говорит нам книга Техелим. Техелим какая? Куфьют Куфьют Альф Куфьют Альф это 111 Эй 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 Утверждение Утверждение в истине и прямотех Кто? Шекен Доршим Самухин Шен Атар Ээ Митсваши Самуха Лах Абверта И так мы знаем что если есть какая-то тема которая прыгает с одной на другую значит между ними есть какая-то связь А почему так? Тора хочет чтобы ты спрашивал почему они идут один за другим почему такая говорит значит Атшириоднаст Он говорит Агмара Гам Ламан Дамар Шелот Доршим Самухин Бухгал Тора Кула Даже для тех кто говорит что нету Говорит связи Ки Эн Могдан Моухгал Бу Тора Для тех кто Читает что нету Говорит Ран Или Поздно В Торе А Тора Нитина Мегилот Мегилот Везе Лох Хайяв Леют Седр Рациф Коль Зэши Смухин Мешне Тора Водай Шелот Смухин Эхад Лешни Ки Мошэ Раббэну Дибэр Брэцэ Вэхэ Мэрош Ходэш Швад Адзайн Бадар Вээм Мэтсвэ Эзот Бээм Симаши Шэхэ Дэнэ Шовтим Мэлэкэн Мошэ Раббэну Ло Мэхнэсэ Эдзээ Бо То Что Мудрец Гавэля Междо В течении 37 дней И поэтому В этой книге Все Согласны Единогласно Что Действительно Между ними Есть какая-то Связь Если Мошэ Сказал тебе Говорит Значит О законе Судей И Смотрители Поставь себе Во всех Воротах Твоих Да А потом Говорит И не Покриви Судом И То есть Не Покриви Судом И Не Лицепри Пятствуй Лицеприятствуй Ну Не занимайся Лицемерием Короче говоря Помоком Лицавод Отха Ал Пишны Едим Якум Давар Махни Слыха Шарош Лавим А потом Когда После Лицемерия Бог должен Говорить Про свидетелей Вдруг Туранам Говорит О чем Три Запрета Которые Запрещают Нам Значит Ставить Деревья Около Жертвенника Нельзя Стать Один Камень Когда Делал Жертвенник И Третье Приносить Какие Говорит Жертвенник Говорит Нельзя 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 Вдруг 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 Сходя Из этого Мы видим Что Третья Лава Они Как бы Запрета Они Связаны Судьями Если Вы Нет Тогда Мушарабену Вообще Не Говорю О них Тогда Мушарабену Сказал Это Чуть Позже Когда Мы Говорили Про Коэнов Тогда Это Связано Коэнов Происли Жертвы Итак Вопрос Какую Связь Это Имеет К Судям После этого Вступления Мы Хотим Перейти К Словам Меша Хохма И Поговорить Про Законы Коэнов Коэнов Корбанот А Корбанот Имхелек Гадуль Миа Тора Мы Знаем Что Жертвы Которые Проносились Это Большая Часть Историй Мавия Мавия Магия Меша Хохма И Так Меша Хохма Проносит Нам Слова Рамбана Бетхилят Парашат В Икра В Начале Недельной Главы В Начале Книги В Икра Корбан Хатат Баб Боэцим Что Когда Берется Жертва Делается Специальные Как бы Те же Элементы Которые Должны Были Сделаться Произойти С этим Человеком Правильно И Вот Эти все Элементы Делается На этом Животном Когда Он смотрит Он Где-то Как бы Раскаивается Говорит Рамбан Книговая Икра Ки Баавур Шем Ма Асеб Ни Адам Ниг Марим Ба Мах Шаб Ба Дю Мас Так Как Большинство Когда Человек Делает Какой-то Запрет Он Делает Это Сначала Мыслью Разговором И Действием С Вашем Ки Каш Рих Та Я Ви Кур Ман И Смог Алав Нег Мас Тогда Когда Человек Проносит Животное Сначала Он Ставит Руки И Раскаивается Или Исповедуется Своим Ртом Это Параллельно Говорит Разговору А потом Сжигает В огне Значит Каждый Орган Он И себя Представляет Какую-то Говорит Элемент Говорит Запретный Как бы Мысль Потом Значит Страсть Каждый Орган Он Параллельно Каждому Органу Которым Он Использовал Когда Нарушал Грех Должен 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 Сделать Все эти Элементы На Человек ты получает это наказание это по поводу горько роман который называется хатат грех а вальма им шара короба ночами макариши мавим на кодеку руку а что насчет других это остальные говорит жертв который поносил изгиб богу говорит нам еще хухма шилотах шоб ларега что-то не подумал на какой-то момент чьи ези утосефе для кодош брюху что есть какое-то дополнение кодош брюху базе шата мавило корбано тому что ты приносишь корбанот омир анави говорит нам рови пророк а ядзи ашем ба аллефе эллим помар оев вамар и ов им садакта мати тен ло итак написано разве бог говорит хочет говорить чтобы ты приносил в год тысячу говорит а животных ведь говорит книги и и им садакта мати тен ло тохшевшим а то тавило корбан олай ешля кодош брюху машу мизе разве если ты приносишь этот какой-то корбан говорит богу чё богу от этого чё то есть что ли он нам еще на хатру ахан шина сами амин шина асары цено да гад у него есть гад какой-то говорит как бы радость что ты это сделал во имя говорит бога но то что ты даешь ему никакого говорит эффекта гавэ а валь эльно шум то сефет бэзэш и ата нотельно машу но ему ничего не дополняет и не убирает то что ты это принес почему говорит ор сами ах говорит нам талмуд маслахет внаход ше бэддине корбан от потому что говорит законок говорит корбан от ло тимца это мила эль мы не находим где слова-гет эль ве ло это мил а эл оким мы не находим эл оким мы находим энергоext.мое имя ни кель не эл оким потому что-та тимца рак мы находим толка какого имя бога יуткивавк эл-асердия Объясняет Мешухама объяснение Почему? Говорится, что Бог Он был, будет и всегда был Потому что этим самым Бог намекает Что все, что ты приносишь, это все равно Его Ты ничего ему не принес, это все Его Если все относится, это все Бога, ты ничего не можешь Ему дать Потому что Он является, говорит, абсолютной, как говорится И все это Его, понимаете? Хачем меняцер таколь, ата лохолатитло К примеру, человек находится на заводе, правильно? Он создает какие-то, допустим, элементы, какие-то предметы Берет предметы и несет хозяину, я хочу вам подарить это Он говорит, что ты мне подарил? Это, говорит, мое, говорит Подари мне то, что, говорит, не мое, а у Бога все его Так что ты ему ничего подарить не можешь Если он все тебе дает, ты ничего не можешь подарить, правильно? Поэтому, говорит, во время, когда мы читаем Корбанод Не употребляется слово кель-элуким Потому что слово эль и элуким это силы То что нет, говорит, в имени, говорит, имени бога и поэтому нет никакого смысла потому что все его это он есть все и поэтому говорит что не может не знать богу אומר объясняет говорит о михе шухма и не цемь что на беер мияу бау ншим шею мактирот лето лето хрым пришли женщина католика пренесили говорит жертв и гад другим пагам в реги шею мобиют от корбанут лето 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 гад дали пан другим багам жертвы кутев бенави говорится в пророках ермияу говорит нам пророк ермияу где он это пророк ермияу мемдалет мемдалет и пасук южайн шна наоборот мы непременно выполнили все то что сказано было устами нашими будем совершать ускорение царицы неба и делать честь ее возлияния как делали мы и отцы наши цари наши и сановники наших городов иудейских и на улицах иерусалима если мы тогда хлеба дошида и благодействовали и горе не видели ели мы тогда а с той поры как перестали мы совершать ускорение царицы неба и делать честь ее возлияния терапимы во всем нужду и гибнем отмечая голод когда говорит слуш говорит как ты делаешь сразу получаешь но когда ты прекращаешь они тоже прекращают тебе возвращать но у Бога это не так он мое это коль но в каждом карбону это не так говорит и не только и не и всегда дает ему поршать литро говорится нам поршать литро 20 21 говорит нам тара смертных земляной сделай мне и приноси приноси на нем твои все сожаления и твои мирные жертвы твой мелкий и твой крупный скот на всяком месте где возглашать дозволи имя мое я приду к тебе и благословлю тебя а когда жертв не киска мне будешь делать мне не клади их тесанами чтобы ты не занес твоего меча над и тем осквернил его и не восходи по ступеням к моему жертвенку чтобы не открылась твоя нагота при нем отсюда мы видим скромность с другой стороны мы видим что должно все сделано быть из чего как можно меньше вмешательства человека правильно говорит это царих дерево нужно поливать если ты не будешь поливать она умрет сказал всевышний говорит я не разрешаю делать жертв из дерева почему перуш давать так как что ты делаешь что ты даешь ему понимаете как дерево растет так что случайно можешь подумать что ты не продаешь жертву я так как будто возвышаешь меня в земле это не так говорит в земле нет какого добавления все что я дал даже вылез на дерево или на камень полтона литра или допустим тысячу литра воды она все равно не вырастет никакого изменения не будет правильно говорит амэ шухма и бог говорит нам говорит что цари что цива борет барах ласот мизбях аваним поэтому бог говорит бог сделай мне мизбях из камней чтобы не было никакого дерева чтобы не было никакого воспринятия людей что как будто бог питается понимаете что бог не нуждается ни в воде ни в еде это говорит все которые приносят они в качестве кормления и дополнение к его полной реальности теперь понятно что написано почему написано у нас здесь не сажай себе деревья деревья которые почему а татави а татаву лашкот это шерава тахшов шатаки вихол но ты на кадуш вруху почему нельзя жертвен оставить никакие деревья потому что ты будешь сажать будешь поливать и ты где-то почувствуешь что ты что-то делаешь для бога поэтому бог запрещает тебе чтобы не подумал даже на какой-то момент точно так как дерево нуждается в воде так и бог нуждается в чем в жертвах не шеет или шейла какое-то значение иметь к судьям или к суду говорит закрывает и говорит говорит нам в шаббат страница 10 каждый судья который судит честно и правильно а филу шаха даже один час он якобы стал партнером с всевышним в творении вселенной и мы знаем что когда бог творил вселенную никакого для него удовольствия или какого-то наслаждения или какого-то что-то для него не было это просто было как отдача понимаете чтобы сделать как бы милосердие бог говорит о милосердии хочет милосердствовать с нами бог не сотворил вселенную для какого-то собственного наслаждения или какой-то пользы он сотворил этот мир для пользы других людей также и судья он не должен он не должен судить для выгоды он судить для пользы других теперь понятно почему когда судья судит истинно правильно он тоже ставит партнера с богом в сотворении мира потому что как бог не нуждался в мире а только давал так же и ты когда ты судишь без никаких отклонений ты это стоешь прямым партнером в сотворении мира говорит нам Тора говорит в каждом говорит суде говорит говорит суд и не говорит почему потому что говорит не сажать каждое дерево дерево говорит около жертвенника почему чтобы ты никогда в жизни не подумал что ты даешь богу судья царих ладун судья должен судить говорит Дин Тора говорит Дин говорит когда судится человек говорит поторе Клюмар Лахшов Ра короче не он должен тоже думать как бог как только о суде а не о себе что люди скажут что я его убил и Матам Матэ Мишпад если ты говорит лицемеришь суде как судья и Матам Макир по ним если ты говорит лицемеришь или ты берешь взятку а так думаешь о себе а тогда ты не можешь быть партнером в сотворении говорит Баришита это первое то что мы хотели сегодня сказать в нашей недельной главе в данный момент очень сильно да я принес все псуки вы можете пройтись по ним а в данный момент время заканчивается к сожалению мы продолжим наше путешествие в недельной главы завтра спокойной ночи спасибо до свидания до свидания до свидания наше м пиши до свидания